Привет всем! Я рад приветствовать вас на нашем мероприятии сегодня вечером. Меня зовут Юрий и я основатель канала Let's Not и старший амбассадор в проекте Moonbeam. Наша команда сегодня проводит AMA и давайте поприветствуем нашу гостью Кэти из Moonbeam. Все сообщество тебя знает и любит. Привет, Кэти. Привет. Кэти, могла бы ты представиться? Конечно, для начала хотелось бы сказать большое спасибо за то, что пригласили меня. Я была так взволнована, когда ты разослал всем приглашение на AMA и подумала, как здорово, что есть еще одна возможность поговорить как с амбассадорами, так и с членами сообщества. Так что я очень рада быть здесь. Круто, спасибо. Сегодня мы поговорим о самом проекте Moonbeam, программе амбассадоров, о событии краудлоун, партнерствах и планах на будущее. Наша команда собрала много интересных вопросов из разных сообществ, и мы надеемся, что тебе не будет скучно на них отвечать. Итак, вопрос номер один. Кто из себя представляет Moonbeam? Да, конечно, Moonbeam это платформа смарт-контрактов, которая имеет очень сильную, я бы сказала, самую мощную совместимость с эфириумом. Как минимум на полкодоте и кусами. И я думаю, что проект уже отлично работает и делает классные вещи. Но для людей новых в сообществе, мне нравится проводить аналогию с тем, что они часто используют. Например, в 80-х или 90-х годах, когда начали появляться софтвертные компании, такие как Dell, IBM и так далее, все эти программные системы были несовместимы. Но позже, я бы сказала, в конце 90-х, появилась в своем роде необходимость в том, чтобы программное обеспечение начало общаться между собой и стало более совместимым, поскольку пользователи Dell были пользователями не только Dell, но также и продукции других брендов. В криптоиндустрии, в блокчейн-индустрии сейчас происходит примерно такой же сценарий, где пользователи используют разные сети и по этой причине проекты ищут возможности для расширения базы пользователей, для привлечения новых пользователей, новых юз-кейсов, новых сообществ, новых инструментов и так далее. И это становится возможным с Moonbeam. Moonbeam имеет самую мощную совместимость с эфириумом, как я уже упоминала. Так что же это все-таки значит? Большое количество приложений на базе эфириума могут работать на полкодоте фактически без изменений. И это определенно отличная точка входа для них – расширить свой бизнес, расширить свою базу пользователей и так далее, без найма дополнительных людей, без инвестиций во времени. Это решение также рентабельно с финансовой точки зрения. Так что Moonbeam имеет большое количество преимуществ для проектов. И я думаю, это является причиной, почему уже более 80 проектов строятся на Moonbeam. И это только те, интеграцию с которыми мы уже официально объявили. Moonbeam – это децентрализованное приложение, поэтому кто угодно может строиться на нем. И мы уже наблюдаем большую активность. Я бы даже сказала, такую активность, как Moonriver. И мы ожидаем увидеть то же самое в Moonbeam. Это коротко о том, что делает Moonbeam. И я так воодушевлена проектом, потому что я думаю, что это что-то настолько революционное и большое. Да, это точно. Каждую неделю в канале объявлений мы наблюдаем все новые и новые партнерства, новые сотрудничества. Это действительно круто. А расскажи, какая команда стоит за проектом? Где географически расположен главный офис? Ух, наша команда очень интернациональная на самом деле. Команда была собрана и создана в Бостоне, где я живу. Но я перуанка, хоть и живу сейчас в Бостоне. Но потом команда начала расширяться и развиваться. Поэтому сейчас у нас есть люди в Испании, в Китае и Франции, в Аргентине и даже в США. Наша команда расположена в разных местах. На западном и на восточном побережьях. Так что я бы сказала, что так называемый главный офис находится в Бостоне. Это как дополнительное пространство, которое мы использовали раньше. Сейчас, во время пандемии, все работают из дома. Мне кажется, что на самом деле одна из моих любимых вещей Moonbeam – это то, насколько это международная команда и как можно учиться у разных культур и разных людей. Moonbeam был основан Дериком Йо, которого большинство может уже знать. У него уже есть опыт построения успешных компаний в прошлом. И он очень дальновидный парень, у которого есть четкая цель. Он увидел эту возможность. Как он сам говорит, что иногда ты находишь возможности, которые изменят жизнь в самой отрасли. Так вот, он и решил создать этот проект. И потом у нас много умных людей в команде, таких как Аллан, который является вице-президентом по технологиям, или Кэти, директор по маркетингу. Люди в нашей команде очень талантливы и страстно любят проект. И я думаю, что именно это сделало Moonbeam таким успешным, каковым он является сейчас. Это очень здорово. Но вот что мне интересно. Если вы работаете удаленно, где вы будете праздновать победу в аукционе парачейнов на Палькадоте? Вау, это хороший вопрос. Мы очень любим счастливые часы. Мы иногда собираемся вместе онлайн, берем немного пива и болтаем о том, как вообще дела, что, конечно, очень здорово. Но мы также стараемся организовать местные встречи. Так иногда бостонская команда собирается вместе, мы идем на обед или выпить, или что-то в этом роде. На самом деле просто невероятно, как пандемия изменила все в наших жизнях, как сложно теперь просто что-то отпраздновать. Но это классный вопрос. И на самом деле я думаю, что когда мы выиграем слот парачейна, мы определенно разделим праздник сообществом. Это будет очень круто. Это действительно очень круто. И мы все с нетерпением этого ждем. Лично я фанат проекта Moonbeam. И это абсолютно невероятно, как простая, но при этом такая востребованная идея привела к такому отличному результату. Да и вообще, понятный способ соединения различных блокчейнов, это как раз то, что нам всем сейчас необходимо. А как появились названия Moonbeam и Moonriver? Я думаю, это тоже интересный вопрос. И оба названия классные. Но я уверен, что за этим стоит какая-то история. Поделишься? На самом деле, у названия и правда есть история. Название навеяно песней Фрэнка Синатри, которая называется Polka Dots and Moonbeams. Горошек и лунные лучи. Это очень старая песня. Поправь меня, если я не права. Которая была выпущена в 50-е или 60-е годы. Мне очень нравится эта песня, и в ней есть такая часть, в которой поется. Я всегда вижу горошек и лунные лучи. Как будто они всегда вместе. А мы ведь запускаем сеть на Polkadot. Так что это история о том, как было выбрано имя для проекта, откуда пришло вдохновение. Кроме того, название Moonriver также навеяно песней из фильма «Завтрак у Тиффани». Это песня Фрэнка Синатри, так и называется, Moonriver. Так что имена проектов – это своего рода вдохновение старыми песнями. А еще названия других тестнетов и сетей, которые мы загружаем на тестовую систему, также были взяты из песен. Например, Moon Shadow Кэта Стивенсона – это один из примеров такого вдохновения. Я большая поклонница Кэта Стивенсона, так что я действительно была счастлива, когда было выбрано это название. Но в выборе названий действительно присутствует интересный музыкальный вдохновляющий компонент. Хороший музыкальный вкус, ребята. Что сказать? Я так понимаю, что проекты Moonbeam и Moonriver очень похожи между собой, но все же существует какая-то разница между ними. Расскажи, пожалуйста. Конечно. Для всех новых людей в проекте Moonbeam, да и в значительной степени в экосистеме Polkadot, коротко скажу, что у Polkadot возникла очень умная идея. Перед запуском в основную сеть тестировать код в реальных условиях. И в общем-то это то, как и почему появилась Кусама. Например, код Moonbeam был запущен на Кусами, и это Moonriver. Но сама технология, совместимость с Эфириумом, интеграция – это вообще все то же самое. И сейчас сеть Moonriver уже работает на Кусами. Мы выиграли слот парачейнов на Кусами примерно в июне, и сеть была полностью запущена, я бы сказала, примерно в конце августа или около того. Так что прошло всего два месяца с момента, как Moonriver была запущена. И я должна отметить, что команда проделала фантастическую работу, не только проводя все необходимые обновления, но также училась всем тем вещам, которые происходили при запуске сети Moonriver. Что, как мне кажется, очень хорошо подготовило нас к запуску сети Moonbeam. Так что экосистема Moonriver в значительной степени похожа на сеть Moonbeam, но запущена на Кусами. Ее также можно назвать взбалмошной сестрой сети Moonbeam, код которой был сначала протестирован, но в реальных условиях, что означает, что токен сети Moonriver имеет ценность. Интеграции реальны, как и люди могут использовать сеть в реальности. И мы очень взволнованы с запуском Moonriver и тем, как сеть развивается. И, конечно же, очень взволнованы увидеть запуск сети Moonbeam на Polkadot. Здорово. Но правильно ли я понимаю, что это означает, что один и тот же проект может запуститься в сети Moonriver и в сети Moonbeam одновременно и быть представленным в двух экосистемах – в сети Кусама и в сети Polkadot? Да, это так. Но Moonbeam еще не запустился. Так что проекты пока не могут запускаться на Moonbeam. Но в ближайшем будущем это действительно так. Проекты смогут запускаться на обеих сетях. И здесь есть момент, который я бы хотела сразу уточнить для сообщества, потому что я получаю очень много подобных вопросов. Например, если проект хочет запуститься на Moonbeam и Polkadot, обязан ли проект также запускаться в сети Кусама и Moonriver? И ответ здесь – необязательно. Будут некоторые проекты, которые собираются запускаться исключительно на Moonriver или Moonbeam, но есть проекты, которые собираются запуститься в обеих сетях. Это зависит от того, какую сеть они выбирают. Я бы сказала, какой реле-чейн они хотели бы выбрать – Кусама или Polkadot? Добавлю к твоему вопросу еще, что мы рассматриваем взаимодействие Moonriver и Moonbeam так же, как взаимодействие Кусама и Polkadot. Это две независимые системы, но в значительной степени технология такая же. И на самом деле было интересно смотреть, как сообщество Moonriver развивалось и развивается сейчас с помощью сообщества. Например, эти группы типа Movermans и Moverins – удивительные сообщества, которые мы видим. Это просто что-то невероятное, что происходит с Moonriver и Moonbeam. Очень круто. Спасибо, Кэти. Я бы хотел сказать, что мы получили много благодарных комментариев относительно твоей поддержки, сообщества и проекта Moonbeam. И хотим от лица всех поблагодарить тебя и сказать спасибо, Кэти. И как мы знаем, Moonbeam – платформа смарт-контракта, совместимая с эфириумом в сети Polkadot, что упрощает создание совместных приложений. Но есть ли планы у команды Moonbeam по разработке смарт-контракта, совместимых с другими основными сетями, такими как Binance Smart Chain, Cosmos, Polygon, Solana и другими? Я бы сказала, что мы на данный момент сосредоточены на совместимости с эфириумом. И хотим убедиться, что этот мост работает для большого количества проектов, которые хотят расширяться на Polkadot. Я не буду отрицать создание совместимости ни с каким блокчейном, но я не думаю, что в краткосрочных или среднесрочных планах Moonbeam или PureStake, это компания, разрабатывающая Moonbeam, анонсирует такую возможность. Но на данном этапе, я бы сказала, что возможно, мы пока этого не знаем. Команда всегда ищет новые возможности, и, как мы знаем, старается обеспечить лучший опыт для разработчиков, которые используют эфириум или Polkadot. Но в будущем кто знает? Здорово, Кэти. Здорово, Кэти. Мне тут пришел в голову вопрос. Ты все время говоришь Moonbeam, PureStake. Ты работаешь в двух разных компаниях? Или как это понимать? Это очень классный вопрос. PureStake – это компания, стоящая за разработкой Moonbeam. Я тоже часть команды PureStake. Но в значительной степени я работаю на Moonbeam. Да, я знаю, что это может немного сбивать с толку, так что давайте посмотрим на это следующим образом. Moonbeam – это проект. PureStake – это компания. А Moonbeam Foundation занимается всеми вопросами касательно юридических вопросов, токеномики и тому подобное. Это три разных объекта, но в то же время они связаны, потому что у всех троих одна цель, а именно – успешная работа сети Moonbeam. Здорово, спасибо. Как мы знаем, безопасность в блокчейнах очень важна. Хранение всех данных, хранение аккаунтов и так далее. Мне интересно, что команда Moonbeam делает, чтобы повысить безопасность в сети. И какая разница между безопасностью, например, Moonbeam и Moonriver, если, конечно, таковая присутствует. На самом деле, это очень хороший вопрос, потому что, как обычное децентрализованное приложение, которое является полностью рабочим в блокчейне, И как парачейн на реле-чейнах Polkadot и Kusama, сети Moonbeam и Moonriver извлекают выгоду из безопасности и совместимость, которую обеспечивает Polkadot. В значительной степени это является одной из причин, по которой команда решила строиться на Polkadot. Ведь функции безопасности очень важны. Конечно, безопасность также находится в руках валидаторов Polkadot, а Polkadot до сих пор демонстрировал невероятно сильную безопасность. Так что это, своего рода, такой бонус, который получают все парачейны, находящиеся на Polkadot или Kusama. Так что, резюмируя, безопасность была одной из ключевых причин выбора реле-чейна. Я отвечаю на вопрос, да, безопасность сетей Moonbeam и Moonriver – это один и тот же код. И плюс мы получаем бонусом уровень безопасности реле-чейна. Интересно. Спасибо. Спасибо. Кстати, как вы выбираете каллаторов, или другими словами, валидаторов для проектов Moonbeam и Moonriver? Известно, что Polkadot использует протокол Proof of Stake. И поэтому должны быть валидаторы и каллаторы для стейкинга. Кроме того, возможно ли участникам сообщества стать валидаторами? И если возможно, то как? Отвечая на твой вопрос, сети Moonbeam и Moonriver работают на Polkadot и Kusama, так что мы вынуждены использовать протокол Proof of Stake. Даже название нашей компании говорит само за себя – Proof Stake, то есть только стейкинг. Круто. Круто. Ну, а чтобы стать каллатором, я разговаривала сегодня с командой, нужно соответствовать некоторым требованиям касательно программного обеспечения, инфраструктуры. Они все перечислены на сайте, и я могу поделиться ссылкой в чате, если вы заинтересованы в этом. Но кроме того, нужно иметь определенное количество Movery, что-то около 1000 плюс-минус. Если вы хотите быть каллатором, вам необходимо обладать этой суммой, потому что она дает вам возможность начать получать валидации. И если в какой-то момент вы поднимаетесь в топ 52 каллаторов, потому что в активном наборе у нас сейчас 52 каллатора, то вы становитесь частью активного набора. Конечно же, поскольку это децентрализованная сеть, вам не нужно разрешения. Поэтому ответ – да, любой может стать каллатором, но есть список требований, которому нужно соответствовать. И не только со стороны инфраструктуры, но также и того, как много людей номинируют тебя, чтобы ты вошел в список 52 активных каллаторов. Конкретно сейчас это 52 каллатора. Но в какой-то момент активный набор вырастет до 64 каллаторов. Конечно, это очевидно. Сеть растет, потребность в большем количестве каллаторов тоже. Я думаю, децентрализация очень важна. Так что это в лучших интересах сети желать увеличить количество каллаторов, чтобы она смогла стать более децентрализованной. Круто. Спасибо. Давайте теперь перейдем к следующей большой теме – краудволны. Эта тема сейчас у всех на устах, и это большое и очень важное событие, и все воодушевлены по этому поводу. Например, когда же Мунбим выигрывается от парачейна? И, честно говоря, мы получили много вопросов вокруг всего этого процесса. Могла бы ты нам рассказать побольше об этой теме? Что такое краудволн? Как он работает? Почему вообще это событие такое важное для Мунбим? Да, конечно. Говоря о краудлонах, для начала нужно понять, что такое аукцион парачейнов. Я бы хотела коротко объяснить это, а потом мы можем поговорить более детально о том, как это работает. Итак, аукцион парачейнов начинается в четверг, 11 ноября, и это будет совсем скоро, через пару дней. Это безумие, это будет первый аукцион парачейнов на Палкодоте. На самом деле, в течение последующих пяти недель будет всего пять аукционов. Они все публикуются на сайте. Но что же происходит во время этих аукционов на Палкодоте? Парачейны, которые хотят получить слот на Палкодоте, начинают соревноваться, своего рода ставят ставки. И у кого самая высокая ставка, тот выигрывает. Но что же обычно происходит на самом деле, на аукционах в принципе? Давайте, например, возьмем eBay модель. Ты, Юрий, ставишь 10, я ставлю 15, и у меня самая высокая ставка, поэтому я получаю то, что хочу получить. Но чтобы избежать аукциона самой высокой ставкой в самом конце, Палкодот решил модифицировать процесс, создать немного другую систему. Я расскажу об этом позже, потому что я знаю, что мы дойдем до такого вопроса. Но Монбим принимает участие в аукционе, чтобы получить слот на Палкодоте, и мы участвуем с помощью процесса краудлоуна. Монбим Фаундейшн организовал краудлоун, чтобы получить средства и покрыть стоимость аренды слота, потому что система работает следующим образом. Все собранные средства идут на аренду слота в течение последующих 96 недель. Система не работает так, что, получив слот, проект навсегда остается на Палкодоте. Нет, да, длительность аренды составляет 96 недель, что я считаю правильным, потому что по истечении этого срока этот слот должен быть либо заново выигран и сдан в аренду, либо в случае, если проект был неудачным, то слот освобождается для другого проекта, что мне кажется очень правильным. Кстати, а сколько слотов вообще есть на Палкодоте? Первые аукционы разыгрывают по 5 слотов за аукцион, но в сумме на Палкодоте будет примерно 100 слотов. Всего 100 слотов. Ясно. На Кусаме такая же система. Но Кусама уже более активна и уже большее количество парачейнов могут на ней развернуться и запустить свои проекты. Один момент, который, я думаю, очень важно понимать людям, это то, что срок аренды слота на Кусаме составляет 48 недель. В то же время срок аренды слота на Палкодоте составляет 96 недель. Так что это важно понимать сообщество, потому что когда вы вносите свои токены в краудлон, вы их блокируете сроком на 96 недель. Так что это вкратце о краудлоне. Он поможет Moonbeam получить слот и запуститься на Палкодоте, запустить эту удивительную экосистему, привлечь много пользователей, активности. Поэтому для нас это очень важная веха, и мы так взволнованы во время этого события. Хорошо, круто. А что происходит с каждой из сторон, если проект выигрывает или не выигрывает слот на Палкодоте? Если проект выигрывает, он запускается. А если не выигрывает, то все доты или Кусама, давай все-таки придерживаться дота в нашем случае, будут возвращены вкладчиком, правильно? Да, именно так. Допустим, ты участвуешь в краудлоне Moonbeam, и Moonbeam выигрывает слот парачейна. Как только Moonbeam будет объявлен победителем, наша краудлон-компания закончится, и все, кто принимал в ней участие до ее окончания, получат награды. В случае, если Moonbeam не выиграет слот, хотя я не думаю, что это наш случай, краудлон-компания закончится 16 декабря, за день до запуска на Палкодоте. Или лучше сказать, начало запуска, тогда твои токены, твои доты вернутся к тебе. И мне кажется, тут есть кое-что очень важное, что следует упомянуть. Есть разные способы, как можно внести свои токены в краудлон. Один из способов – это внесение напрямую через Moonbeam Foundation DAB. И тут существует так называемая палитра краудлона, которая очень важна, ведь децентрализация и безопасность – две большие составляющие самого процесса краудлона. Потому что ты принимаешь решение заблокировать свои доты на 96 недель, и блокировка достаточно длительная – 96 недель. Да, это период двух лет. Палкодот в этом плане очень интересен. Во время краудлона вы блокируете ваши токены, но у проекта нет к ним никакого доступа. То есть не может быть такого, что Moonbeam Foundation или команда Moonbeam могут взять оттуда немного. Процесс полностью под контролем Палкодота. Он децентрализованный, полностью прозрачный. То есть у вас нет никакого доступа к этим средствам? Именно. Их можно использовать исключительно для голосования в аукционах парачейнов. Их можно видеть только при голосовании на сайте Палкодота, где показана информация о проекте. И это очень важная особенность, которой я хотела поделиться в разрезе аукционов парачейнов на Палкодоте. Спасибо большое, Кэти. Я знаю, что процесс аукциона не так прост. Это не просто вклад дотов. Ты упомянула, что аукцион называется свитчным, что означает, что не обязательно проект, получивший больше всего дотов, выиграет слот. Тут система аукционов немного другая. Можешь объяснить, как она работает? Конечно. На самом деле я готова к этому вопросу, потому что у нас есть классный блог, которым поделилась команда Moonbeam. Скажи, ты видишь мой экран? Да, мы видим. Отлично. Для начала, если вы зайдете на сайт проекта Moonbeam, а затем в блог, вы увидите много познавательных ресурсов, которые выкладывает команда Moonbeam. И вот один из них, один из моих фаворитов, который называется «Как работают аукционы парачейнов». Давайте перейдем сразу к графику, который поможет мне объяснить саму концепцию, основу аукционов и немного истории. Я думаю, это было примерно в 16 веке, хотя я могу ошибаться во времени. Тогда действовала система свечных аукционов. Что же это значит? Чтобы избежать ситуации, когда самая высокая ставка на аукционе – это последняя ставка, и все ждут до самого последнего дня, и в последний день люди выкладывали все средства в последнюю ставку, придумали систему и назвали ее свечным аукционом. Люди зажигали свечу, и в какой-то момент эта свеча догорала, заканчивалась, и никто не знал, когда это должно произойти. Вот, в принципе, и то, как аукцион работает. Такая система побуждает команду бороться за слот в самом начале, потому что ты никогда не знаешь, когда, в какое время догорит свеча, и будет сделан срез. Так что Polkadot в какой-то мере взял на заметку эту систему. Конечно, в офисе Polkadot нет свечей или чего-то в этом роде. Все основано на алгоритме, и работает это следующим образом. Начинаются аукционы парачейнов, каждый из которых длится 7 дней. То есть всего будет 5 аукционов, верно? Именно. Первый начнется 11 ноября, он продлится 7 дней, затем начнется следующий. И так 5 аукционов будут следовать один за другим подряд. То есть это розыгрыш первых слотов для парачейнов, которые хотят запуститься на Polkadot. Итак, у нас есть семидневный период, первый и второй дни безопасный период или начальный период. Это означает, что временной срез не будет сделан в эти дни. А вот с третьего по седьмой дни начинается гонка, потому что может быть выбрана любая дата и время. Одна из вещей, которую я бы хотела уточнить, это то, что победитель всегда объявляется в конце, на седьмой день. Но эта так называемая свечная система выберет случайное время и дату. В этом примере это пятый день. Тут вы видите, что фиолетовый парачейн имел больше всего собранных средств последние дни аукциона. В этом примере это пятый день. Тут вы видите, что фиолетовый парачейн имел больше всего собранных средств последние дни аукциона, но поскольку случайно выбранный день был пятый день, а фиолетовый парачейн не лидировал в этот день, лидером был бирюзовый парачейн, который и выиграл аукцион, и в этом случае может запуститься на полкодоте. Именно, поэтому очень важно упомянуть, если вы действительно хотите внести свой вклад и поддержать свой любимый проект, то лучше всего сделать это в течение первых двух дней, 11 ноября, 12 ноября следующего аукциона парачейнов. В таком случае ваш вклад действительно поддержит Монбим. И продвинет его наверх, помогая удерживаться в топе на протяжении последующих дней. Именно так, все верно. Если вы делаете свой вклад на третий день или на седьмой день, вы в любом случае получаете свои награды, потому что краудлонг компания все еще открыта. Но ваш вклад, сделанный на седьмой день, на самом деле не поддержит проект «Другие дни аукциона». Точно. Я надеюсь, что график помог понять суть аукциона. Мне очень нравится эта статья, ее историческая составляющая. Я могу поделиться ссылкой в чате, если вам интересно. Кстати, спасибо большое. Действительно, было очень наглядно и понятно, что аукцион – это не просто внесение своих дотов и выигрыш парачейна с наибольшим их количеством. Знаешь, что меня немного смутило, что, как мы знаем, официально начало аукционов парачейна – 11 ноября. Но не совсем понятно, почему проекты уже сейчас принимают взносы, если начало только через два дня. Почему весь процесс уже запущен? Можешь рассказать подробнее? В пятницу Polkadot открыл регистрацию для парачейнов, чтобы те могли запустить краудлон-компанию. Я думаю, это сделано специально, чтобы парачейны уже смогли начать получать средства. И мне кажется, что с аукционами на кусами было что-то похожее. Компании запустились до старта аукционов парачейнов. Разогрев, так сказать. Но, когда ты делаешь взнос напрямую, краудлон уже открыт. Но я знаю, что есть другие способы. Биржи, которые также открывают возможность раньше участвовать в краудлоне. До того, как начинается регистрация на Polkadot. Это они называют фаза разогрева. Я не хотела использовать этот термин, чтобы не сбивать с толку сообщество. Уже сейчас можно участвовать в краудлоне. Он открыт, принимаются взносы, и вы сейчас на более ранней стадии, что очень здорово. Так как это означает, что ваш вклад действительно поддержит Moonbeam в получении слота. Так что именно для этой цели всегда проверяйте расписание краудлонов, чтобы иметь возможность поддержать ваш проект на более раннем этапе. Спасибо. Будем теперь знать эти важные детали. Кэти, ты упомянула биржи, у которых сейчас период разогрева, и они уже принимают вклады. Скажи, для участников краудлона есть ли преимущество участия через родное приложение DEP или через биржи и кошельки? Я бы сказала, что каждый способ участия имеет свои особенности. Например, можно обратить внимание на процент, который взимается биржей, чего не происходит при участии напрямую. Хотя есть биржи, которые предлагают бонусы, или если ты являешься пользователем биржи и хочешь участвовать со своего аккаунта, ты также можешь получить награды. Все транзакции проходят из одного места, что также может быть выгодным. Мне кажется, причина, почему существует так много способов участвовать в краудлоне Moonbeam в сравнении с краудлоном Moonriver, в том, что тогда было много неразберихи. Но сейчас мы получаем больше поддержки со стороны биржи кошельков, и это невероятно. Мне кажется, это хорошая идея, дать участникам разные способы участия с разными условиями. Я слышала, что некоторые биржи устанавливают разный минимум. Минимум, установленный компанией Perti, это 5 дотов. Так что, если ты хочешь участвовать, например, через MoonbeamDub, то тебе придется внести минимум 5 дотов. На некоторых биржах нет этого требования, у некоторых другие требования. Еще какие-то биржи снимут какой-то процент. Но мой совет тут, проверяйте наш сайт. Я также отправлю в чат. Проверяйте его, и я думаю, если вы проскролите вниз, там будут перечислены все варианты участия. Если вы пользователь биржи, проверяйте условия, что вам предлагают. Если вы хотите участвовать напрямую через Moonbeam Foundation DUB, эта опция также доступна. Так что, ребята, у вас просто есть варианты. Знаешь, как мы всегда говорим, Диор, делай собственное исследование. Спасибо за объяснение. Кэти, если Moonbeam выиграет слот парачейн, то когда планируется майонет? Это очень хороший вопрос. Для людей, которые участвовали в аукционе парачейнов на кусами в первом батче, в выборе первых пяти проектов было так. Ты получаешь слот и сразу же запускаешься на кусами. В этом случае ситуация немного отличается. Ты не можешь запуститься первым, а только когда все пять первых парачейнов получат слоты. Ага, ясно. То есть нужно ждать окончания первого батча? Именно. Таким образом, последний пятый парачейн получит свое место, свой слот 16 декабря. Так что Moonbeam планирует запуск 17 декабря. Так что я тут хочу сказать, что для Moonbeam самая важная вещь – это запуск. Мы очень взволнованы и ждем, не дождемся, когда он уже свершится. Это самое важное, то, чего мы все с нетерпением ждем. Здорово. И я думаю, что хорошо, что у вас уже был опуск запуска Майнета на примере Moonriver. И как ты упомянул, поскольку проект имеет очень похожую архитектуру, это значит, что запуск Moonbeam пройдет еще более легко и гладко. Очень круто. Да, я бы хотела кое-что добавить тут. Люди, которые знакомы с процессом запуска Moonriver, знают, что запуск проекта состоял из пяти фаз, включая нулевую фазу. Это когда был создан токен Генезиса. Опыт запуска Moonriver очень многому научил команду Moonbeam. Так что процесс запуска Moonbeam будет другим. Например, в этом случае будет только три фазы, включая нулевую фазу. Мы ожидаем, что процесс запуска проекта будет короче, но мы не знаем, насколько короче. Запуск Moonriver занял немного больше восьми недель, если я не ошибаюсь. Запуск Moonbeam мы ожидаем немного короче по длительности. Я не скажу точно, сколько недель он продлится, но процесс состоит всего из трех фаз. Так вот, почему сообществу это должно быть интересно? Потому что люди, которые делали свои вклады в краудлоун, получат 30% своих наград, как только завершится процесс запуска проекта. Все понятно. По завершению процесса запуска. Ты уже ответил на вопрос, как будут распределены токены Glimmer. Так что я спрошу по-другому. Участники краудлоуна и участники сейла токенов Glimmer получат свои токены одновременно? В этом случае немного по-другому. Давай я расскажу, как будет происходить распределение наград для участников краудлоуна. Если вы участник краудлоуна, то вы получите 30% ваших наград, как только запуск проекта будет завершен. Поэтому, как только вы увидите сообщение, что транзакции на EVM активированы, это значит, что все в порядке и скоро вы получите свою награду. Это означает окончание третьей фазы. А 70% оставшихся наград будут распределены линейно, блок за блоком, на протяжении 96 недель. Что же означает принцип блок за блоком? Это означает, что каждый раз, когда производится блок, вы сможете клеймить все больше наград. Единственная разница – это период вестинга – 48 недель против 96 недель. Так обстоят дела, если мы говорим об участии в краудлоуне. Если же вы принимали участие в событии Take Fight – событие продажи токенов, которое происходило пару месяцев назад… Да. Кажется, что это было в прошлой жизни. В крипте время будто ускоряется раз в десять. Я знаю, это удивительно. Я осознала, что это событие несколько месяцев назад произошло. Определенно. Я даже выглядел моложе. Возможно, даже у меня еще были волосы. Ты отлично выглядишь. Так вот, если вы участвовали в событии Take a Fight, вы получите 100% токенов, которые вы покупали через 40 дней после завершения процесса запуска проекта. Это означает, что когда мы объявляем, что третья фаза завершена и балансы на EVM активированы, вам нужно подождать еще 40 дней, и тогда вы получите все свои токены. Понятно. Значит, ребята, которые участвовали в краудлоуне, получат свои токены раньше, что составляет 30%. Спасибо, это очень важная информация. Мы желаем вам легкого запуска в Майонет, ребята. И будем держать за вас кулаки. Давай поговорим о еще одной большой теме – партнерствах. Как мы говорили раньше, каждую неделю появляются сообщения о новых партнерствах, новых интеграциях. Кто-то уже строит на Монбим, кто-то планирует. Кстати, сколько проектов уже сейчас есть на Монбим? Около 80, правильно? Уже больше 80. Это невероятно. Действительно потрясающе. Но могла бы ты нам рассказать подробнее об этих проектах, какие преимущества они получат от сотрудничества с Монбим? Конечно. И тут бы хотелось сказать, как я упомянула в начале, что у Монбим полная совместимость с эфириумом, что это очень уникальный и, я бы сказала, самый важный проект на данный момент на Палкодоте. Возможно, это является причиной, почему эта экосистема вообще существует. В самом начале я помню, как Дерек рассказывал нам, что проекты не хотели иметь ничего общего с Монбим и придерживались мнения, что им не нужно расширения, что у них и так все в порядке и что они останутся в той сети. Но позже они увидели появившуюся потребность в привлечении новых пользователей, увеличении количества юзкейсов, привлечении разработчиков, в доступе к новым сообществам. Монбим стал привлекать все больше внимания, и я думаю, эта технология также открывает целый новый мир в экосистему Палкодот, в сообщество Палкодот, в сообщество Кусама. Поэтому мы видим, что сообщество экосистемы растет, и буквально на прошлой неделе мы говорили о 70 плюс проектах, а тут уже цифра 80 плюс. Да, я тоже хотел написать 70, потом перепроверил и понял, что моргнул, уже 80 проектов. Удивительно, да, все меняется. Некоторые из самых популярных проектов, которые люди будут узнавать, например, Эфискан, уже сейчас интегрированы в Мунривер, и он поддерживает сеть Мунривер. В будущем мы планируем сделать то же самое с Мунбим, или, например, Суши, который уже запущен, который работает над программой ликвидности. Я думаю, тут уже есть много новых юзкейсов для людей, которые хотят использовать DeFi функциональной суши. Еще есть граф для разработчиков. Вообще, в будущем будет столько удивительных продуктов. Мы уже, например, анонсировали интеграцию с Лайда. Так что в будущем мы ожидаем увидеть полную интеграцию Лайда с Мунбим. У людей будет возможность доступа к сервисам, которые предлагает Лайда. Так что я бы сказала, что экосистема не перестает расти и развиваться. Я сейчас скажу такую фразу, мне кажется, я повторяла эту фразу уже на нескольких ивентах. Что поделать, это одна из моих любимых фраз касательно экосистемы и команды. Что на каждый проект, который связывался с командой и говорил, что он строится на Мунбим, приходился еще какой-нибудь проект, о котором мы даже не подозревали, и он также строится на Мунбим. Так что это полное сумасшествие, как растет и развивается экосистема. Кстати, вчера мы объявили о сотрудничестве со State of Dubs. Вы слышали о них? Не уверен. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Конечно. Это, по сути, место, где все децентрализованные приложения будут перечислены. Компания сказала, что они строятся на Мунривер. Мы объявили о сотрудничестве вчера. Так вот, из всех продуктов, перечисленных на Мунривер, вчера было только восемь, которые завершили процесс заполнения формы. А сегодня я увидела, что их уже больше двадцати. Представляешь, прошло меньше одного дня после того, как мы объявили о сотрудничестве. А уже так много проектов там перечислено. Я думаю, там будет еще больше проектов, когда вы официально выиграете свод парачейна. Кстати, Кэти, существуют ли какие-то критерии отбора проектов, которые хотят запуститься на Мунривер или Мунривер? Например, совместимые с ЭВМ? Я бы сказала, что любой проект на базе эфириума, который хочет расширить свою базу данных, может запускаться на Мунривер и Мунривер. Конечно, Мунривер еще не запущен. Но Мунривер – проект децентрализованный, без разрешений, с открытым исходным кодом, что означает, что любой проект может запуститься на нем, если хочет сотрудничать с нами. Мы определенно оцениваем, имеет ли это сотрудничество смысл для экосистемы. Проект действительно должен быть в какой-то мере ценным. Что-то, что нужно разработчикам или новый классный инструмент, или проект поможет как-то нашей инфраструктуре. Так что я бы сказала, что это некоторые критерии отбора, на которые смотрит наша команда, партнеры, как мы видим развитие экосистемы. Отдавая предпочтение качеству, а не количеству в каждом принятом ими решении. И мне кажется, это очень хорошо окупилось. И теперь у нас очень сильная экосистема интеграции. Это точно. Здорово. Кэти, я знаю, что проект организовывает разные события. Например, хакатоны, чтобы привлечь разработчиков новые идеи и помочь росту экосистемы. Есть ли у вас планы по организации подобных мероприятий для привлечения новых команд или расширения продуктов и услуг, которые Moonbeam, например, смог бы использовать в будущем? Да, конечно. Moonbeam всегда находится в поисках хакатонов или возможности участия в мероприятиях. У нас также есть удивительная группа послов, в которую ты тоже входишь, Юрий, которые организуют разные мероприятия, которые обучают людей вроде сегодняшнего мероприятия. Мы также работаем с технической командой, чтобы охватить более технические вопросы. А еще у нас есть две программы, которые запущены на настоящее время, ежемесячные программы. Одна называется Moonbuilders Workshop. Эта программа интересна разработчикам. И если вы подключитесь к нашему краудкасту, вы увидите, что это мероприятие проходит каждый месяц. Мы приглашаем партнеров и проекты, которые строятся на нас, чтобы они продемонстрировали свою интеграцию на Moonriver. Так что, если кто-то хочет попробовать новые инструменты или новые интеграции, или просто больше узнать об экосистеме Moonbeam, присоединяйтесь, участвуйте. На этом мероприятии очень тяжелое техническое содержание, посвященное больше разработчикам. Но у нас есть еще одна программа, называется Moonbeam Universe. И она для конечных пользователей. Мне очень нравится эта программа, потому что она для сообщества и придумана этим же сообществом. И на первом плане в этой программе наши старшие послы, а не команда Moonbeam. И они интервьюируют проекты, чтобы получить как можно больше информации о них и распространить ее дальше. Например, что я могу делать с токенами Movery? Что я могу вообще делать на Moonriver? Собственно, это и есть цель программы. Нашим следующим гостем на следующей неделе будет команда MyWish. А затем для Moonbuilders нашим следующим гостем будет Subquery. Здорово. Subquery будет вашим гостем. Да, мне кажется, на первой неделе декабря Moonbuilders проходит всегда в первую среду каждого месяца. Moonbeam Universe более гибкая и проходит в разные даты. Круто. Спасибо. Мне очень стыдно, но я впервые слышал о Moonbeam Universe и должен подписаться на это мероприятие. Круто. Спасибо тебе большое за информацию. Мы поговорили о проекте, о краудволнах, а сейчас давай поговорим о программе послов-амбассадорах. Программа послов уже некоторое время запущена и успешно работает. Может, ты расскажешь более подробно о ней? Часто возникает вопрос у людей, в чем же смысл амбассадорской программы? Какая ее основная идея? Кроме того, набирает ли проект все еще амбассадоров? Это два часто задаваемых вопроса. Это два часто задаваемых вопроса. Для начала я бы хотела сказать спасибо всем амбассадорам, которые с нами сегодня. Я вижу, время от времени всплывают приветствия, и это так круто и приятно. Программа все еще открыта. Мы активно ведем прием заявок и рады видеть в наших рядах тех, кто хочет работать более тесно с командой Moonbeam, кто тоже верит в мультичейн будущее, которое мы тут вместе строим. Потому что успех проекта – это вы, ребята, все амбассадоры. Вы ключевой компонент успеха, распространяя информацию о проекте по миру на разных языках. За этим настолько невероятно наблюдать. Чтобы быть частью этой программы, не обязательно иметь технические навыки. Вы можете их иметь или не иметь, поскольку есть разные способы, как вы можете внести свой вклад. Возможность быть в программе послов – это также быть частью международного сообщества. Юрий, это же люди со всего мира. Ты общаешься с людьми из Латинской Америки, Европы, Азии, Австралии, просто отовсюду. И это такая классная возможность кооперироваться с другими людьми, отличная возможность развить некоторые свои навыки. У нас есть несколько старших послов, которые организуют такие мероприятия, как ты, Юрий, сегодня. У нас есть другие старшие послы, которые участвуют во внешних мероприятиях. Или старшие послы, которые развивают новые сообщества. А послы являются частью этих сообществ. Удивительно наблюдать за такой деятельностью. Мне очень нравится эта программа. Как ты сказал, ей меньше года. Мне кажется, она была запущена в первой неделе декабря прошлого года. Как ты сказал, программа достаточно новая. Хотя кажется, что она существовала все время. Точно. И знаешь, это только начало. Moonbeam только собирается запуститься. А после запуска у нас огромная дорожная карта. И нам определенно понадобится поддержка там. Именно из-за такого интересного разрыва временного ощущения в криптовалюте мы получаем вопрос, открыта ли еще программа амбассадоров. Потому что люди думают, что она существует уже много лет. Так что да, ребята, программа открыта. И это большая честь стать частью программы амбассадоров Moonbeam. Я бы хотела поделиться тут некоторыми цифрами. У нас сейчас больше 1700 амбассадоров. У нас 15 сообществ, созданных на языковой базе. Например, испанское сообщество, которое включает в себя много стран. Да и вообще, послы делают удивительные вещи. Они последовательны. Постоянно следят за обновлениями. Делают переводы. Всегда помогают всем новоприбывшим пройти путь от учеников к амбассадору. Так много информации доносят до сообщества. А в сумасшедшие времена краудлона это вообще отдельная история. Наблюдать, как амбассадоры успевают быть во всех местах одновременно. Дискорд, Телеграм, отвечая на вопросы, помогая сообществу. Так что, если вы заинтересованы быть частью этой удивительной группы людей, мы более чем рады видеть вашу заявку на программу. Я оставлю эту ссылку в чате. Кэти, ты, наверное, уже упомянула об этом. Но все же, давай еще раз проговорим. Требования и условия для того, чтобы стать амбассадором остались такими же или, если изменились, то как? Всю информацию касательно амбассадорской программы можно найти по ссылке, которую я скинула в чат. Там можно найти некоторые условия. Но в значительной степени, если вы воодушевлены проектами «Полкодотом» и «Мунбим» и опять вернулись к песне «Полкодотс энд Мунбимс», мы будем очень рады видеть вас. Участвуйте, узнавайте больше. Вам не нужно быть экспертом «Мунбим». Мы можем научить вас. Именно. Старшие амбассадоры проделывают отличную работу, сопровождая новых членов сообщества, новых участников. И часто мы смотрим на то, что человек действительно любит «Мунбим». Мы видим большой потенциал в таком случае и верим, что можем создать классные вещи вместе. Я бы сказала, это очень гибкая, совершенно удивительная программа. И если хочешь встретить больше людей, у которых такая же страсть к «Полкодоту» и «Мунбим». Здорово. Спасибо. Следующий вопрос мы также немного затронули, но все же, как амбассадоры могут поддержать проект? Давай поговорим о возможных активностях. Мемы, контент, любой вид деятельности, который показывает вашу страсть по отношению к проекту. Перевод статей. Написание своих собственных статей. Помощь команде в проведении АМА-сессий. Возможно, что-то упускаю. Какие еще могут быть задания для амбассадоров? Я бы говорила не в разрезе заданий, а больше о том, что нужно «Мунбим». Например, у нас есть амбассадоры, которые, когда проект «Мунривер» был совсем новым, хотели писать о проекте, объяснить, что он делает в нескольких словах. Просто, для понимания, для людей, у которых нет технических знаний. Была такая идея. Честно говоря, это может быть вообще любая активность, которая, по вашему мнению, приносит пользу проекту. Например, как ты упомянул, у нас есть контент, с которым нам нужна помощь. Например, переводы. В настоящее время некоторые сообщества занимаются переводами. В эту активность вовлечено много людей. Мы делаем переводы не во всех сообществах. Но есть некоторые сообщества, которым все еще нужна помощь в этом деле. У нас проходят мероприятия. Если вы хотите проводить местные мероприятия или мероприятия подобные этому, онлайн-встречи, где вы хотите поговорить о проекте, обучить людей, распространить информацию о Мунт Бим, делайте это. Если вы хотите создавать твиттеры, объяснять, как участвовать в краудлоне и тому подобное, также можно использовать несколько каналов для этого. У нас есть руководство по заданиям для всех новых учеников и послов, которые хотят к нам присоединиться. Мы всегда рядом, и не только я, но также наша группа удивительных старших амбассадоров, которые тесно с нами работают, помогают адаптироваться новоприбывшим людям сообществ. Ребята, не стесняйтесь, заходите в канал дискорда, спрашивайте, что можно сделать, чем помочь, какие шаги выполнить, чтобы получить титул амбассадора. У нас есть еще один интересный вопрос. Будет ли продолжаться амбассадорская программа после того, как Moonbeam выиграет слот? Ответ, скорее всего, да. Но как амбассадоры могут помочь Moonbeam после получения слота? Отличный вопрос. Запуск проекта – это, конечно, наша первая веха. Но потом у нас в планах развития экосистемы, программы ликвидности, функции, которые будут у сети. Так что нам нужна будет поддержка новых старых сообществ. Некоторые сообщества все еще маленькие, и нам нужна будет помощь амбассадоров. Есть несколько способов помочь. Это зависит от того, какая в данный момент самая горячая тема для Moonbeam. Но, как я уже говорила, это только начало. У нас в будущем будет так много объявлений о будущих интеграциях, будущих интересных моментах. Так что нам определенно будет чем заняться. Со своей стороны, я бы хотел также добавить, что когда я стал старшим послом, я для себя открыл то, что в проекте очень приветствуется инициатива. Так что, если у вас есть идея, поделитесь ею с командой. Если это интересная идея, вы получите зеленый свет. Можете его воплотить в жизнь и поддерживать проект. Это отличная возможность внести свой вклад в проект. Да, именно так. И мы любим расширять возможности и поддерживать амбассадоров в любых начинаниях. У нас так много сообществ, которые были созданы амбассадорами, которые захотели сами, например, создать Телеграм-канал. Я только помогла с правилами сообщества. А затем они организовали все сами, кто будет модератором. Затем они набрали больше амбассадоров в помощь, которые были готовы помочь, создать Твиттер-канал на этом языке. А теперь они готовы открыть Ютуб. У нас есть несколько сообществ, у которых уже есть Твиттер, Телеграм, Медиум, Ютуб и они проделывают удивительную работу, держат свое сообщество всегда в курсе новых релизов, которые мы объявляем со своей стороны. И мне кажется, это самая большая веха, который мы достигли благодаря работе амбассадоров. Помимо поддержки и модерации, которой они оказывают сообщества, это переводы нашей документации, которая теперь доступна на китайском, испанском, русском, французском языках, помимо английского. Кроме того, есть некоторые сообщества, которые уже занимаются переводом документации. Мы пока что не можем перенести эти переводы в документацию, потому что у нас сейчас напряженное время. Но они размещают весь этот контент на медиуме. Они создают контент, который обращен также к новым пользователям, местным сообществам. Потому что, естественно, это так здорово читать контент на своем родном языке. Поэтому, если вы хотите распространить информацию о криптовалюте, Polkadot, Moonbeam, добро пожаловать в семью. Отлично. Большое спасибо. Круто. Я думаю, на этом мы закончим с вопросами об амбассадоровской программе. Но на всем было бы очень интересно услышать, как сама команда видит будущее Moonbeam после запуска на Polkadot. Конечно, мы ожидаем все больше и больше запусков в экосистеме. Поэтому, давай поговорим о том, как команда видит ближайшее будущее проекта. Какие у вас планы, ребята? Кроме того, появляются новые тренды сотрудничества с сообществом, например, Академии. Наверняка, вы слышали об этом. Или ты упоминал Moonbeam Universe, где амбассадоры берут интервью у проектов. Расскажи, планируется ли создание каких-либо программ для стимулирования роста сообщества? Да, мы определенно собираемся продолжать общественные программы. Мы хотели бы рассказывать и дальше миру о проекте. Также обучать сообщество тому, как использовать ресурсы Moonbeam. Сейчас у нас есть несколько статей в блоге о том, что делать со своими токенами Movery, если вы являетесь их холдером. Но если вы разработчик и хотите знать, как интегрировать очень крутые приложения из эфириума на Polkadot, вы можете сделать это на базе Moonbeam. У нас есть сайт с документацией, где вы можете найти всю эту информацию. И наша идея состоит в том, чтобы получить эту информацию. Мы стараемся всегда опубликовать ее в Twitter, чтобы у людей была возможность узнать, какая документация у нас есть. Мы планируем продолжать работать в этом направлении. Но мне кажется, что самое важное – это контент, который идет вместе с дорожной картой Moonbeam. После запуска Moonbeam мы очень хотим увидеть, как будет развиваться экосистема, как все интеграции, партнеры, проекты, которые сейчас строятся на Moonriver, также запустятся на Moonbeam. Так что развитие экосистемы – это наиболее волнительное событие на данный момент. Я бы сказала, что Moonbeam зажжет систему Polkadot таким большим количеством интеграций, и это будет сумасшествие. Да, как будто откроется дверь для всех проектов на эфириуме в новую экосистему. Точно. И еще один момент, который я обсуждала сегодня утром с одним из моих коллег. Это варианты использования взаимодействия, которые будут иметь место после запуска парачейнов на Polkadot. Когда большое количество парачейнов будет уже запущено на Polkadot, это то, что возможно будет происходить в будущем, я бы сказала, в среднесрочной перспективе. Это передача активов. Интересно. Мне кажется, это очень круто, потому что проекты, которые строятся на Polkadot, Moonbeam, смогут получить некоторые особенности от других парачейнов. И знаешь, этот компонент взаимодействия, который есть на Polkadot, и который распространяется также на Moonbeam, поскольку это один из главных принципов дизайна Moonbeam и Moonriver. Так что, мне кажется, будет очень интересно увидеть сотрудничество с другими проектами. Я думаю, цель Moonbeam сейчас и всегда будет это обеспечение лучшего возможного опыта для разработчиков, предоставляя им лучшие инструменты. Так что, это то, что мы с нетерпением ждем. Да, будет очень интересно. Я видела несколько вопросов о программе ликвидности. К сожалению, я не знаю подробностей, какие именно программы ликвидности будут, но команда определенно работает над этим. Как мы уже говорили, это только начало. И после запуска Moonbeam нас ждет яркое будущее. Определенно мы все верим в Moonbeam. Определенно мы все верим в Moonbeam. Хорошо. Мы поговорили о среднесрочных перспективах развития проекта. Возможно, у вас есть планы на более длительный срок, скажем, на 2-3 года, и ты могла бы с нами ими поделиться? Да, я бы сказала, что мы ждем такой же активности, которую мы сейчас наблюдаем в Moonriver. На Moonriver на данный момент почти 5 миллионов транзакций, что совершенно невероятно, потому что после запуска прошло всего два месяца. В сети около 160 тысяч кошельков. Думаю, что даже уже больше. Сеть очень активна, имеет большое количество интеграций, поэтому мы ожидаем увидеть то же самое и в деятельности Moonbeam. Moonriver так многому нас уже научила, что запуск Moonbeam будет, наверное, даже не быстрее, хотя кто знает. Думаю, запуск Moonriver просто подготовил нас к запуску Moonbeam. Думаю, в разрезе двух лет мы говорим о, первое, развитии экосистемы, второе, компоненты взаимодействия и функциональности на Палкодоте. Также очень интересно, и я хочу это увидеть, то, как будут развиваться сети Moonriver и Moonbeam, потому что мы рассматриваем их как Палкодот и Кусамо, это также сестринские сети. Согласен. Очень интересно наблюдать за их развитием. Здорово. Мы ждем дальнейшего развития и успеха сетей. К сожалению, невозможно за такой короткий промежуток времени охватить все вопросы. Спасибо всем за участие, и хотелось бы подвести итоги сегодняшней встречи. Кэти, возможно, ты бы хотела поделиться заключительными мыслями и сказать что-то амбассадорам проекта и людям, которые хотели бы присоединиться к сообществу. Именно. С удовольствием. Во-первых, огромное спасибо за ту поддержку, которую вы все нам оказываете. Вы зажигаете мой день и день всей команды Moonbeam. Когда мы видим, сколько активности, поддержки, такое количество позитивных сообщений, когда видим, как амбассадоры поддерживают новых членов сообщества. Огромное спасибо. Спасибо за участие в Краудлоне. Мы видим эту активность, количество вкладов и удивительно видеть, сколько людей на самом деле верит Moonbeam. Запуск Moonbeam – это удивительная веха, которая скоро произойдет. И, как уже говорилось, это не только запуск Moonbeam на Polkadot. Это запуск более 80 проектов, которые зажгут экосистему Polkadot и принесут тысяч новых пользователей. Так что нас ждет много увлекательного. И повторю то, что ты говорил ранее. Если у вас есть вопросы касательно амбассадорской программы, краудлона, проекта, у нас есть каналы в Дискорде, Твиттере, Телеграме, есть официальный Телеграм-канал, каналы на разных языках. Так что у вас есть много возможностей связаться с сообществом или командой Moonbeam. И мы очень любим находиться близко с нашим сообществом. И мы ответим на любые ваши вопросы. Так что спасибо за то, что пригласили меня сегодня. Прекрасно. Спасибо, Кэти, за то, что была нашим особенным гостем сегодня. И за твою постоянную поддержку. И последнее. Эй, ты. Да, ты, который смотрит сейчас это видео. Если ты еще не амбассадор в таком великолепном проекте, как Moonbeam, эта дверь все еще открыта. Не пропусти. Потрясающе. Большое спасибо за приглашение, Юрий. Пока. Мне было очень приятно с тобой поговорить, Кэти, где бы вы ни были. Отличного времени суток. Пока. И большое спасибо, что были с нами сегодня. Пока.